Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 8.33 в Викторинбурге, радио Комсомольская правда, Александр Цариков, Павел Филиппов. Доброе утро, друзья. Да, 38509-23, телефон для звонков, сообщение WhatsApp, плюс 7953-38509-23. Пишите, звоните. Ну и поскольку у нас сегодня суббота, которая понедельник, а по понедельникам у нас что? Мы говорим о работе, конечно же, да? То есть у нас какое-то такое странное начало-конец. Начало-конец рабочей недели, да. Кипятого, да. Мы сейчас поговорим о работе, в том числе, как работать с токсичными руководителями. И это мы обсудим с управляющим партнером компании HR-лидер Ольгой Чебыкиной. Ольга, доброе утро. Доброе. Доброе утро, ребята. Первый вопрос, который в этой теме возникает, а зачем с ними работать? Может быть, ну и хлопнуть дверь и уйти подальше, как только понял, что токсичные. Да, но у меня было такое в практике в моей, и знаете... И вам нравилось, Павел? Нет, не нравилось, но знаете, какая история была? Когда нравится работа, ты хочешь ей заниматься, когда все остальное устраивает, но руководитель токсичный. Угу. Что делать, Ольга? Вот смотрите, в том исследовании, на которое мы с вами сейчас упираемся, там несколько факторов. Минимум четыре фактора, из-за которых сотрудники на сегодняшний день меняют работу. На первом месте фактор заработной платы, на втором... Это 70%, если я правильно помню. На втором месте фактор токсичного руководителя. Это больше... Да, 56%, совершенно верно. Да, 56%-то больше половины. Дальше идет... Третий точно помню, что есть карьерный рост. Нет, конфликты с коллективом. Да, конфликты с коллективом на третьем, да, и карьерный рост на четвертом. Ну, еще неподходящий график работы. Ну, да, неподходящий график работы – это, на самом деле, самое простое из всех тех, которые представлены. Представлены. И, как правильно, Павел, вы говорите сейчас, если я люблю свою работу, да, все... Ну, то есть, я люблю свою работу, я люблю ей заниматься, стоит всегда на первом месте. А дальше идут демотивирующие факторы. Да, вот если я за эту работу не получаю то количество денег, которое я хочу, ну, то есть, я предполагаю за нее получать адекватно рынку, да, я начинаю искать другое место работы. На втором месте, получается, у нас личность руководителя. Если этот руководитель делает мою работу невыносимой, мою любимую работу невыносимой, я стою и ухожу. Ну, а остальные факторы, они уже сопутствующие, на самом деле. Поэтому говорить о том, что что делать по одному из факторов – нет, мы вообще никогда так не принимаем решения. И, Павел, вы правильно говорите, что если там интерес моей работы перевешивает, да, я, в общем, и токсичного руководителя, может быть, какой-то период времени потерплю. Но, что интересно, этот фактор именно про токсичных руководителей, он очень сильно начал меняться с 2020 года. Раньше не было 56%. Это стало сейчас. Вы имеете в виду, было меньше, было больше, было как? Что имеете в виду? Безусловно, было меньше. Ну, то есть люди были готовы менять работу из-за токсичного руководителя в меньшем количестве случаев. Почему? Первый фактор – это потому, что, в принципе, считалось, что такой руководитель – это норма. Ну да, типа он добивается, это не токсичность, это умение добиваться и всё такое. Да, результата, да, да. Это первое, да, ну, то есть вот существовала иллюзия, что такие руководители добиваются больших результатов. Но на самом деле это абсолютная неправда. Они добиваются результата в краткосрочном периоде хорошо. А в долгосрочном периоде, а сейчас всем более-менее стало интересно заниматься долгосрочным периодом, в долгосрочном периоде они не могут обеспечить результат. Более того, если мы говорим, что рынок труда очень сильно изменился, у таких руководителей текучесть всегда очень высокая, потому что люди не могут работать рядом с ними. И если текучесть очень высокая, то это как влияет на сегодняшний день на экономику труда компаний? Не очень, не очень. Конечно, да. Ну, плохо, скажем прямо, потому что за воротами нас никто не ждёт, да. И если ты на сегодняшний день теряешь сотрудника, заменить этого сотрудника ты сможешь, ну, в пределах трёх месяцев, и то вообще неизвестно. Короче, это долго и дорого. Да, это долго и дорого. Это первый фактор, да. Ну, то есть вот раньше считалось одно, теперь считается другое. Второй фактор, который влияет на всё это, чтобы работать с токсичным руководителем, нужны силы. Ну, да. Ну, чтобы обрабатывать всё то, что происходит, психике нужны силы, психоэмоциональные силы нужны на то, чтобы эту ситуацию обрабатывать. После 2020 года мы сейчас наблюдаем с вами постковидный синдром, так называемый, сил у людей меньше. Коллективный причём синдром, да. Коллективно, да, коллективно. У нас с вами уровень выгорания 68% пока держится. Да, поэтому силы людей обрабатывать это у них нет. Они просто встают и уходят. Они пишут заявление и уходят, бросают его на стол. И я устал, я ухожу, это называется. Поэтому чем токсичнее руководитель на сегодняшний день, тем труднее людям с ним работать. И люди, что интересно, да, ну, то есть по факту ситуация должна выправляться, да, ну, то есть руководители сейчас должны работать над тем, чтобы у людей синдром эмоционального и профессионального выгорания сходил на нет. Да, ну, потому что силы всем нужны. А если это токсичный руководитель, он над этим не работает. Он только усугубляет. Поэтому в этом случае, да, безусловно, это повышает вот этот вот фактор, что люди уходят, и они ищут других руководителей. Они ищут не то, что комфортную среду. Нет, не комфортную. Они ищут ту среду, которая их будет восстанавливать, которая будет позволять им восстанавливаться. Понимаете, откуда берутся все эти программы вэлбинга? Да, благополучие сотрудников, так называемые. Они берутся отсюда. Вот эти два фактора, да, то есть я повторюсь, вот это стереотип, да, что руководитель должен быть таким, чтобы достигать результата, и это разрушилось, этот стереотип разрушается, и тип лидерства, он вообще очень сильно сейчас изменился за последние несколько лет, уже 4 года, на самом деле. И второе – это то, что у людей нет сил обрабатывать это. Слушайте, а откуда возникают токсичные руководители? Ну, я имею в виду, что ведь всё равно... Может, он не сразу таким был? Конечно, да. Ну, там психологи, психотерапевты назвали бы это повреждённой личностью, наверное, да, с одной стороны. С другой стороны, ведь этот человек когда-то и благодаря чему-то стал руководителем. Тоже нельзя отметать. Безусловно. Здесь, конечно, очень много факторов, которые на это на всё влияют, но я постараюсь там вот некоторые из них подсветить. Во-первых, как говорится, есть трудное время, да, есть простое время, ну, более-менее так, да. Есть сложные времена, есть там благодатные времена. Вот в сложные времена нужны руководители, которые в короткий период времени достигают большое количество результатов, да, и поэтому у нас появился вот этот вот тип руководителей, потому что у нас... Вот напомните мне, когда у нас были несложные времена. Наверное, последнее время благоденствия, это вот начиная там плюс-минус с двухтысячных, где-то плюс-минус, да, и вот до 2020-го времени пандемии. Всё остальное время Россия находилась в состоянии, ну, по факту войны, всё время. Войны, разрушения, восстановления. Война, революция. Разрушения, восстановления, да. И по факту, да, здесь требовались люди, которые в короткий период времени будут достигать большое количество результатов. Это, с одной стороны, как требование внешней среды, а с другой стороны, как воспитывались эти люди? Это дети травмированных родителей на уровне четырёх поколений. Ну да. Вы что хотите, чтобы они были психически здоровы? На самом деле у нас на разных уровнях фиксируется ведь и психическое нездоровье руководителей, не просто психологическое, как мы сейчас с вами говорим, потому что токсичность – это в первую очередь признак психологического нездоровья, да. А мы говорим с вами, есть ещё и психический уровень, и он достаточно часто встречается. То есть, подождите, вы имеете в виду уже психиатрию прям? Да, да, я вас умоляю. Психиатрия и разные истории с зависимостями, да, потому что простая логотерапия, знаете ли, она с зависимостями не работает. Психология – это логотерапия, да, это терапия через слово. А когда у человека химическая зависимость, логотерапия здесь может помочь? Ну, нет. Ну, ограничено очень, да. Да, здесь уже другие факторы. А если у человека тревожное расстройство, а это уже следующий фактор, здесь работают клинические психологи, которые медикаментозно уже начинают лечить. Понимаете? Ну, то есть, этих факторов очень много. И на сегодняшний день, да, у нас есть пока уровень диагностики, который, ну, даже в больницу не позволяет человека увезти, если ему плохо, если он демонстрирует такую модель поведения, которая асоциальна. У нас на уровне законодательства нет такой графы, что если человек ведёт себя асоциально, вы имеете право отправить его на скорой в больницу, не имеете. Вы можете это сделать только с согласия самого человека. А если человек находится в психозе, вы каким образом согласие-то от него собираетесь получить, что он согласен ехать? Никак. Никак не даст. Так что тут очень много таких факторов, да. И управление, ведь, поверьте мне, управление, управление результатом, помните, мы с вами говорили как-то в одном из сюжетов, что управление результатом – это всегда критическое напряжение. Управление большим финансовым результатом – это двойное, тройное, четверное напряжение. Ну, то есть, если у человека есть… Ну, то есть, вот он не сильно здоров или он склонен быть нездоровым, да, если он находится постоянно в стадии напряжения, не умеет расслабляться, не умеет восстанавливаться, это к чему приводит? К неврозу сначала, да, а потом к психозу. Откуда берутся эти руководители? Вот отсюда они и берутся. Их нужно правильно воспитывать. Им нужно давать осознанность, кто они такие, да, как они развиваются и во что они могут превратиться, если они не будут этим заниматься. Я имею в виду, они будут заниматься собой и собственным восстановлением. Поэтому вот это такая история. Вот тогда хочу спросить, используя тот термин, который вообще-то в последнее время в основном используют девушки, объясняя, почему с некоторыми мужчинами не стоит встречаться, красные флажки или красные флаги. Вот какие красные флаги должны быть у руководителя, чтобы понять, с ним лучше точно не связываться. Вот даже не начинать. Вот, кстати, хороший вопрос, я чуть дополню. Вот давайте представим прямо ситуацию. Работник приходит в некий коллектив на испытательный срок, там, ну, два-три месяца, например. На что он должен обратить внимание при общении с руководителем? Те самые красные флаги. Знаете, какая интересная история. Я недавно прочитала у одного там из психологов, что люди кожей чувствуют жизнь. Хорошо. Такой подсознательный уровень. Вот мы, когда встречаемся с людьми, мы чувствуем, он про жизнь или про смерть. Ну, то есть это вот, повторюсь, это происходит сразу, если вы обращаете на это внимание. Вот вам что хочется сделать? Раскрыться рядом с этим человеком или сжаться? Вот это очень быстро происходит. И когда вы смотрите на это, это когда при встрече с самим руководителем. Это первое, что происходит с человеком на подсознательном уровне. Дальше можно смотреть на лицо. Физиогномику никто не отменял. Это прекрасный инструмент, на основании которого мы можем с вами определить, с нами рядом сейчас находится добрый человек или жестокий человек. На лице всё написано. Я сейчас не буду раскрывать. Почитайте про физиогномику, как по лицу можно это определить. По чертам лица прекрасно это определяется. Дальше надо смотреть на коллектив. Каким образом? Вы заходите в офис. Вам хорошо или плохо в этом офисе? Если вам хорошо, это уже первое просто, что энергия офиса хорошая. Я сейчас не про энергию, не про эзотерику, не про всё остальное, а просто про эмоциональную энергию. Дальше вы смотрите на сотрудников. Они какие в офисе? Они живые или мёртвые? Это тоже сразу видно. Те, которые занимаются всё время работой, улыбаются друг другу в офисе, просто переговариваясь. То, как с вами ведёт себя тот человек, который принимающая сторона. Секретарь или менеджер службы управления персоналом. Менеджер по подбору. Здесь тоже важно, какой это человек, как он работает. Это то, что мы говорим на входе. Но если вы уже попали вовнутрь, нужно смотреть, как принимаются управленческие решения. Если управленческие решения принимаются на основании «у меня сегодня с утра хорошее настроение, а завтра плохое», ну это уже один из таких красных, больших красных флагов, я бы сказала. А если решения принимаются на основании содержания, если они принимаются в планомерном порядке, это другая история. Ну и ещё интересно, ещё один интересный такой большой красный флаг. Если что-то случилось, у всех всегда что-то случается, «шит хэппенс» называется, да, ну не бывает такого, чтобы без каких-то кризисных ситуаций, кризисных ситуаций происходила жизнь. Так вот в этой кризисной ситуации что в компании будут делать, и что будет делать этот руководитель? Он будет искать, как разрешить эту ситуацию, или как найти виноватого и его уничтожить. Вот это большой красный флаг. Если будут искать виноватого и как его уничтожить, ну здесь вам не место. А если будут искать выход, да, и будут разбирать ситуацию, и да, будут, безусловно, налагать какую-то меру взыскания на человека, из-за которого это всё случилось, но не будут его при этом эмоционально уничтожать, и даже физически иногда, да, тогда всё нормально. Поэтому вот много таких интересных моментов, на которые нужно обратить внимание. Стоит ли пытаться договориться или как-то выстроить отношения, если вы понимаете, что руководитель таксичен? Тем более, что, смотрите, всё равно мы понимаем, что всё всегда это вопрос приоритетов. Когда-то работа действительно нравится и хочется... Работа важнее всего. Работа важнее, да. Может быть, нравится коллектив, но есть вот такой вот руководитель, да, который токсичен, и мы это понимаем. Стоит ли пытаться выстроить отношения, как-то договориться, найти точки соприкосновения? Как вам кажется? Ну, во-первых, для того, чтобы выстроить отношения с токсичным руководителем, там всё зависит, конечно, от степени токсичности, нужны специальные знания. То есть если вы готовы с этим работать, изучайте как можно больше о токсичных руководителях, и тогда вы сможете найти пути. Но первое, при создании отношений, то есть если вам очень нравится работа, но вы уже видите сейчас, что этот руководитель токсичен в определённой степени, не будем говорить какой, при создании отношений вы должны честно говорить, что с вами так поступать нельзя, и смотреть на реакцию. Если эта реакция будет с точки зрения коррекции, то есть поведение будет корректироваться, всё замечательно и хорошо, а если нет никакой коррекции, значит, надо вставать и сразу уходить. Хорошо, хорошо, понятно. Так, окей, тогда к другим историям давайте ещё вернёмся. А всё-таки стоит надеяться, что такого руководителя можно перековать. О, кстати, хороший вопрос, да. Исправить, так сказать... Любовью и нежностью. Или Горбатову только могилу исправить, действительно. Перековать нельзя, можно вылечить. У тебя вылечить, ты меня вылечить, да? Да, 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 да. Ну, я не про вылечить, да, исцеляются, способны, возможности исцелиться есть у всех людей. Но здесь важно, чтобы человек признавал свою токсичность, понимаете? Ну, то есть это не заболевание, это состояние, да, нужно это понимать, да. Нужно понять, человеку-то это надо. Если человеку это надо, да, он, безусловно, может обратиться к эксперту, которые помогут ему перестроить его модель поведения. Такое возможно. Это, конечно, не быстро, это делается долго, но всё зависит от мотивации самого клиента, что называется. Если он хочет, если он готов, если он готов над этим работать, если ему это нужно по жизни, да, значит, это возможно. Положительные кейсы в этом отношении есть. Но здесь, опять же, всё зависит от того, о какая степень токсичности. Если это психопатология, к большому сожалению, повторюсь, логотерапия, то есть эксперты с точки зрения психологии, здесь не справятся, да. И, как правило, такие люди с самой высокой токсичностью, то есть уже с психопатологией, они не способны признать, что, ну, вот это состояние, оно вредит. Поэтому здесь вот такая вот история. И у нас очень часто бывает, когда у нас люди приходят в коучинг, руководители приходят в коучинг, а приходят разные руководители абсолютно с разными моделями поведения. Мы, если на моменте диагностики фиксируем какие-то моменты с точки зрения токсичности, мы отправляем психиатр сначала. То есть даже так? Да, даже так. Потому что коучинг, ну, то есть изменение себя, управление своими целями, оно работает на здоровых людях, относительно здоровых людях. На больных оно не работает. Смотрите, есть ли смысл прыгать через голову в таких случаях? То есть идти, ну, если есть такая, конечно, возможность, если иерархия компании это позволяет, идти к вышестоящему начальству и пытаться о чем-то разговаривать, не знаю, жаловаться на такого руководителя. Вот как здесь выстроить отношения? Ну, смотрите, привлечение административного ресурса, оно, безусловно, возможно. Но нужно понимать личность вышестоящего руководителя. Безусловно. Вдруг он еще более токсичен, да? Да, да. Если он такой же, как ваш непосредственный руководитель, то это совершенно бесполезно. Они просто живут в одной системе. Но, как показывает практика, часто случается, что на разных уровнях управления разные люди бывают. Такое тоже встречается, безусловно. И тогда, если вы найдете понимание у своего вышестоящего руководителя, тогда возможно воздействие и изменение ситуации. Это безусловно. Угу. Хорошо. Ладно. Есть ли какие-то отдельные отрасли, которые в большей степени затрагивают вот такая токсичность руководящего состава? Или это повсеместная? Они ровненько размазаны у нас по экономике. Хорошо. Это интересно, да. На самом деле ни одна отрасль экономики не гарантирована от появления таких людей. Абсолютно, да. Потому что это все-таки человеческое качество, оно не отраслевое. Понятно. Вот. И здесь скорее мы можем говорить с вами о том, что руководители переходного периода как раз последних 35 лет, которые еще одной ногой стояли в Советском Союзе, а потом возникла перестройка, и возник вот этот переходный период изменений в нашей стране. Если мы говорим, что это люди сейчас старше где-то 55, иногда даже старше 60 лет, они относятся к первому поколению руководителей переходного периода, как мы их называем. И это они могут быть очень токсичными, потому что они выросли в среде крайней степени напряжения, и там только методы крайне токсичные, они этими методами достигали результатов. Второе поколение, как мы им это называем, это уже люди от 35 где-то до 50 плюс-минус, так, трамвайная остановка. Это другое поколение, которое отдает ценность отношениям на работе. То есть они уже понимают, что важно работать с личным составом, то есть работать с личной составляющей людей, что доброе слово и кошке приятно, я сейчас условно говорю. Это уже другое отношение, совершенно другое отношение. И это другой тип руководителей. Они, безусловно, менее токсичны, но среди них, поверьте мне, попадаются и очень токсичные в том числе, потому что нет такого у нас, чтобы у нас все действовали единообразно. Это просто общестатистическая какая-то картинка. И среди тех руководителей, которые старше 55, среди них тоже есть те, которые отдают ценность отношениям. Здесь всё зависит от психотипа человека. Есть разные, там 16 психотипов, есть половина тех, которые этически управляют, а половина из тех, которые управляют любыми средствами для достижения результата. Это просто разные стили управления. И вот недавно был прям кейс сразу после Нового года. Интересно, нечаянным образом беседовала с руководителем, ему, наверное, с директором завода где-то у нас с вами в Серове. Нечаянная встреча в магазине. Смешно, да? И он зачем-то мне рассказывает историю о том, что вот он из Краснодара переехал в Серов, там военный завод, понятно, вот это вот сейчас это движение, вот эта релокация. И он говорит, что там был руководитель, которому под 70, и он совершенно не ценил людей. И вот как ему сейчас, вот 45-летнему, как ему приходится всю эту систему перестраивать, переводить его в ценностные отношения с людьми. Вот вам яркий пример. Руководитель, который не отдаёт ценности этическим отношениям с сотрудниками и не понимает, но он жил в другое время, понимаете, да? И вот руководитель нового поколения. Поэтому эта история тоже существует. Но, повторюсь, гарантий, там вот сказать, что если вы работаете с возрастом 35-50 с руководителем, что он будет нетоксичным, её нет. Так же, как нет гарантии, что если вы работаете с возрастным руководителем, что он будет гипертоксичным, её тоже нет. Но история, это безусловно существует. Бывают ли ситуации, когда токсичность руководителя возникает просто из-за недостатка его опыта? Ну, то есть, условно, посмотрел где-то какие-то, прошёл условно тренинги по достижению результатов. И такое счастье испортился. Я им всем покажу. Да. Ну, конечно, бывает, все молодые люди ищут новые инструменты. И здесь важно ещё упомянуть, откуда берётся токсичность руководителя. В основном, токсичными руководителями становятся эмоциональные руководители. Это эмоциональный тип лидерства, да? А содержательные руководители, как правило, которые идут через содержание работы, через технологии, они токсичными, прямо вот очень сильно токсичными, они бывают редко. Токсичность – это всё-таки заболевание эмоционального лидера, можно так называть. И да, когда ты профессионально пока не готов, но по содержанию ты пока не готов как руководитель, ты естественным образом что начинаешь делать? Ты начинаешь манипулировать. Ну, конечно. А манипулировать сейчас учат. Ну, да. Те же технологии НЛП и нейролингвистического программирования могут быть использованы по-разному. О которых мы ещё поговорим. Ольга, спасибо вам большое. Ольга Чебыкина с нами сегодня, управляющий партнёр компании HR-лидер. Сариков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. По хвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Комсомольская правда.